Доброго времени суток, друзья! Здравствуйте! Сегодня мы с вами будем говорить, а продолжать даже тему фрукта, экзотических фруктов, то есть которые у нас не произрастают. И фрукт, который называется сегодня необычное даже название салак. Друзья, не путаем с рыбой салака. Итак, мы часто ездим уже в страны Таиланда и так далее, где произрастает этот фрукт. И я сегодня немного о нем расскажу, экзотическом этом фрукте. Я думаю, что уже некоторые его кушали. Я не знаю, можно ли встретить в наших странах, но я думаю, в крупных регионах, то есть Москва, Питер, а можно встретить на рынках этот экзотический фрукт. И вот сейчас вы видите, немного истории и пользы и вред этого растения, как его нужно кушать и так далее. Значит, вы сейчас видите, вот его еще называют, друзья, змеиный фрукт. Почему его называют змеиный фрукт? Обратим внимание, что вот чешуя, вот видите, вот эта чешуя, она как у змеи чешуя. Сейчас я вам покажу его в разрезе. Друзья, вот в разрезе едят вот эту мякоть. Очищают и едят. Значит, хотела показать растение. Ну, вот еще, вот видите, как оно красивое, да, в корзиночке. Растет, вот так она растет. Итак, значит, где растет салака, я уже сказала, что в основном в странах Таиланда, в тех странах с субтропическим климатом. Итак, смотрим на картину фрукта экзотического, который называется салак. Змеиный фрукт. Польза и вред этого, извините, фрукта. Итак, значит, Таиланд, родина его. Вот такие вот шарики. Значит, этот фрукт салака очень полезный. Он покрыт вот такой вот чешуё, как у змеи. И нашим туристам, которые посещают этот Таиланд, и уже этот фрукт понравился. Кто, значит, кто сталкивается с ним первый раз, будьте осторожны. Кушайте его не сразу. Ну, и вообще, фрукт сразу нельзя кушать. Просто купите одну, попробуйте. Потом, если понравится, то кушайте уже. Ну, то есть, увеличивайте дозу постепенно. Значит, это очень растение вкусное. Сейчас я расскажу вкус. Кто-то... Ну, во-первых, я хочу сказать, что у каждого будет свой вкус. Ощущение в ротовой пусты каждый будет ощущать по-разному. Кто-то будет говорить, это ананас, кто-то будет говорить, это банан с чем-то там ещё. В общем, у всех, у всех будет вкус во рту по-разному. Значит, сезон салака, то есть, этого фрукта салака наступает летом. Но его можно и приобрести и зимой, друзья. Но фрукт будет тут дорогим, естественно, зимой. То есть, их срывают и хранят, как яблоко. Потому что кожуразвейная, она немножко такая твердоватая, чешуя, что называется. Ну, вывозить, друзья, этот фрукт, ну, если хотите, можно и вывести, для её показать своим близким. Значит, я говорила про вкус салака. Он кисло-сладкий. И я говорю, её писать, его каждый понимает, его смесь. Например, у кого-то смесь ананаса-банана почувствует. У кого-то смесь там какого-нибудь ореха, аромат и так далее. У всех разные вкусы. Ну, такой специфический вкус. Вяжущий вкус. Значит, почему вяжущий? Потому что находится такое вещество, как танин. Танин, он может быть и в недозрелых плодосалак. Салак. Значит, салак, это мужской, его должны произносить не плод, не фрукт салака, а фрукт салак. Ну, вот такой, значит, и сейчас я вам расскажу о полезных свойствах салака. Обладает таким, значит, перечень полезных свойств, такими изобилиями, значит, как я и говорила, таких вяжущихся веществ, отобильных веществ, содержащихся в этом плоде. И поэтому вполне закономерно, что его активно используют для избавления организма от шлаков и токсинов, друзья. У кого геморрой, диарея, это тоже проблема и спирочная, вот это вот, что может быть, исправлять салака, то есть салак, геморрой и диарея. Известно также, что фрукт останавливает коротечение, друзья. И вот этот танин, который содержится в этом фрукте, салак, способен обезвиживать организм человека, выводить патогенную микрофлору, особенно из органов пищеварения. Извините, пожалуйста. Значит, из органов пищеварения. То есть он как бы дезинфицирует, очищает микрофлору. И когда вы, друзья, бываете в этих странах, то там вы знаете, что наши желудки немного привыкают к этому, адаптируются сложно. И бывает расстройство. И вот, пожалуйста, этот фрукт пойдет вам на помощь. Значит, снимает воспаление, раздражение в области кишечника. И местная медицина, друзья, подчеркивает, что отвары из него помогают бороться даже с глазными проблемами. Представляете? Восстанавливает и улучшает зрение. Вот какой полезный фрукт салак для глаз. Ну и, как всегда, вред салак. Естественно, в каждый фрукт, овощ и так далее, лекарственная трава считается, и польза есть там, и достаточно, и вред. Ну, в основном он считается безвредным. Однако людям никогда не стоит его... Значит, впервые кто притягивается к этой экзотике, стоит помнить, что некоторые моменты актуальны при покупке вот этих плодов. То есть вы дотронулись, и вот, значит, не надо дотрагиваться руками. Не стоит употреблять этот плод в большом количестве, я уже говорила. Значит, а то может привести, наоборот, к пищевому расстройству. Значит, дегустируйте ее, извините, с большой осторожностью качают. С большой осторожностью. Ну, естественно, аллергическая реакция. Для того, чтобы проверить, нужно скушать немного и проверить, пойдет ли у вас эта реакция аллергическая. Покупайте, значит, свежие плоды, чтобы не столкнуться с диареей. Они такие, чтобы были более твердоватые, они мягкие. Ну, естественно, не забывайте о гигиене и промывать ее перед едой. Вот так вот нужно употреблять этот фрукт салак. Ну, я уже говорила, что потреблять он нужно на рынках. Так как на рынках, там каждый раз они будут свежие. А в магазинах они уже будут залежный продукт. Значит, как кушать? Значит, я вам хотела сказать. Как кушать этот? Его чистят. Едят в сыром виде. Особенно это касается туриста, который приезжает. Мы приезжаем и хотим попробовать все экзотические фрукты, ягоды и так далее. Орехи. Почистить его несложно. Надо просто удалить эту змеиную кожу, чтобы добраться вот до этой плотной массы, плотной от этой мякоти. Удаляется кожура, производит обычным ножом. Можно удалить просто, очистить эту шкурочку. И, в общем, вытянуть край. Вот, посмотрите, вот как вот здесь показано. И она сама потянется, и вот так ему учатся. Похоже, правда, на куриное яйцо. Кость. Там есть, значит, косточка. Косточку не едят. Так что, скушайте, посмотрите, как оно вам пойдет. У них оно используется также в кулинарии. В Таиланде вообще они очень пользуются большим спросом. У них идут вот эти фрукты. И они могут из них готовить все, что угодно. Салаты всевозможные, соусы и так далее. Даже в тайской кухне в кофе добавляют. Представляете? Там всевозможные смузи готовят, напитки. В мороженое, даже в кофе. Вот такое же сочетание будет кофе. Так что, салак это вкусный, красивый, экзотический фрукт. Но не стоит его переедать, друзья. Его, значит, можете встретить и в Южной Азии, и в Юго-Восточной Азии. Столкнуться можно с этим плодом. Так что, друзья, я вам сегодня рассказала о таком экзотическом фрукте, как салак. Если вы там будете, пожалуйста, наслаждайтесь этим фруктом. Но не перепрощайте. Здоровья вам здоровья. И еще раз здоровья. Берегите себя. Не проходите мимо даров. Природа. Пока-пока. До новых встреч, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok